Аплодисменты Уходя, оглянись на миг, Длится пусть наш последний день. Мы молчим, но душа кричит, В ней горьких слов хочет вырваться тень. Постой со мной, ты постой со мной, ты постой со мной. Какой шоуный материал приготовили? Полипропилен, биктилы, сетка 20 на 10. Возьмите 15 на 10. Хорошо. Слышали уже? Самолет упал. Какой? Саратов, Сочи. На взлете. Господи, люди на отдых летели к морю, а тут на тебе. Надежда Викторовна? Вы куда? Смотри, выбирай, какие ты хочешь. Зелененькие, зелененькие. Верка, а как договаривались? Ладно, не бояться. Все, пойду. А ты загмуришь глазки и медленно будешь считать до трех. Договорились? Да. Раз, два с половинкой, три. Саратов, Сочи. На борту находилось восемьдесят шесть человек, восемьдесят их члены экипажа. На месте... Сделайте, пожалуйста, Паврович. ...и представители городского управления МЧС. По предварительным данным, не выжил никто. Поиски черного ящика... ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОН Аблонент выключен или находится вне зоны действия сети... Маня... Мама, посмотри, как красиво! Молодец, даже не улыкнула. Все, Верочка, иди сюда. Возьмите, пожалуйста. Пойдем, пойдем, пойдем. Быстрее. Выходи, быстрее. КОНЕЦ Здравствуйте, Софья Константиновна. Ой, доброе утро, Наденька. Ты с ночной? Да. Как ваше колено? Ой, слава Богу, спасибо. Извините. Алло. Ну, если кровоточит, поменяйте повязку. Ну, или вызовите дежурного хирурга. Возможно, придется ввести и там взяла. Да. Ой, привет, мой дорогой. Спасибо тебе, Брут. Доброе утро. Привет. Накормишь? Конечно. Пару минут и живописный омлет к вашим услугам, Судараня. Брут. Пойдем готовим. Алле, Ванечка, привет. Ты где сейчас? А? Ну, вы там поаккуратнее, ладно? Привет. Слушай, все, я прибежала на работу. Ванечка, целую. Пока. Опаздываете, Алена Сергеевна? Привет, Оксанка. Ну, что, на работе уже, директор? Нет. Если бы пришел, я бы здесь не прудилась, а ты бы здесь уже не работала. Позвонила, сказал, что руку поломал. С мотоцикла упал. Угу. Так я ему и поверила. Думаю, что какая-то баба его отметелила. Слушай, ну слава тебе, Господи. Нет, ну, в смысле, плохо, что он руку сломал. Ну, хорошо, что сейчас. Ну, как прошло дежурство? Нормально. Без неожиданности. Я даже поспала часа два. Повезло. А я вот всю ночь работал. Угу. Да, над эскизом для рекламного двух лет. Я надеюсь, двойной гонорар тебе за срочность обеспечит? Конечно, нет. Но на новые кисти обязательно хватит. Так. Опа. Ммм. Сыра почти не осталось. А колбаску, оказывается, я вообще всю съел. Ну, значит, художник не был голодный. Ну, почему же он? Местами я всегда даже очень голодный. Слушай, а ты не можешь им намекнуть, чтобы они тебя взяли штатным дизайнером, что ли? Ну, ты опять-то начинаешь. Я же тебе говорил, я художник. Почему ты все время хочешь меня затащить в какой-то офис? Что я там творил шрифты для каких-то баннеров, для визиток? Жуть какая-то. Так. Действительно, жуть. Вот ты шутишь и даже не понимаешь, что у меня тогда не останется никакого времени на живописи. Ну, потом. У нас с тобой все есть. Ну, а когда появится ребенок и понадобится больше денег, ну, я-то найду, где заработать. Спасибо за омлет. Было, как всегда, очень вкусно. А. Ну, ладно. Тогда я побегу встретиться с заказчиком. Угу. Потом погуляю с Брутом, ну, и заодно заскочу в магазин. А ты спать? Нет. У меня в субботу конференция. Надо готовиться. Ах ты мой великий ученый. Да ладно, брось ты, какой я ученый. Я обычный завотделения. Нет. Ты не обычный. Ладно. Все. Я побежал. В сумке у меня там деньги возьми. Хорошо. Ну, что на этот раз, а? Слушай, да Верка полутря капризничала. В школу опоздали. А Ванька уехал. Машину клиенту перегонять. Ну, сама понимаешь. Угу. Сегодня клиенты, а завтра клиентки. Ой, давай не начинать только. Ладно? Здравствуйте. Доброе утро. Прошу. Спасибо. Брут. Брут. Оставь. Фу. 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 Все. Иди. Оп. Держи. Брут. Пойдем. Камьер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Да. Ой, прости, пожалуйста. Я просто не хотел тебя будить. А потом на меня какое-то вдохновение внезапно нахлынуло. Прям не смог справиться. Ну как? Ну, забавно. Да? А мне предложили поучаствовать в одном благотворительном аукционе, а деньги пойдут многодетным семьям. Да. Только попросили выставить какую-нибудь нескучную работу. Как тебе такой сюжетец? Думаешь купить? Ну, я думаю, да. А назовешь как? Счастливый пес? Ну, посмотрим. Ой, здрасте. Моя наим из Полина, а и ты. Моя наим из Вера, а и ты. Мамочка! Пожалуйста, привет. Спасибо тебе большое. Пожалуйста, обращайся. Может зайдете перекусить? Нет, спасибо. Мы домой. Пойдем-пойдем. Пока, Вера. Сейчас вам принесут меню. Пока. Если бы ты видела, какие Полинке уши купили. Какие такие уши? Ну, наушники розовые такие. Мне очень-очень нужно. Я не смогу руки английского по ним слушать. Какая-то хитрюга у меня. В любом случае свои наушники ты получишь. Тогда, когда у мамы будет зарплата, а она будет через две недели. Добрый день. Добрый день. Что будете заказывать? Извините, но меня всегда обслуживала Алена. Ну, вы же ее видите, Алена занята. Ничего, я подожду. Тебя требуется. Закончишь тут? Да. Здрасте. Вам как обычно, бизнес-лайнд? Да, как обычно. Если можно, рыбный вариант. Да, конечно. А меня, кстати, Михаилом зовут. Очень приятно. Мне тоже. М-м-м-м. Как же вкусно пахнет. Голодный? Как волк. Ну, зато с картиной дела продвигаются неплохо. Думаю, за пару дней закончу. Ну, сейчас новости будут. Про аукцион расскажешь. Так была раскрыта афера с продажей банку Марс в отделке. Арестован эксперт городского художественного фонда Анатолий Александр. Его обвиняют в выдаче ложного заключения о формальности картины Дмитрия Стритовича Портрет неизвестного. Следствием разыскивается умелец или группа умельцев, виртуозно создавших эту фальшивку. Неплохо. Надо же. Умеют люди деньги зарабатывать. Даже художники. Ну да. Черт, совсем из головы вылезала. Мне тут мама звонила. Что-то ей совсем плохо. Надо бы съездить, навестить. Да. Хорошо. Я отпуск возьму. Вместе съездим. Ну да. Давай скорее есть. Сейчас как-то наемся. Пожалуйста, ваш счет. Спасибо. Все было очень вкусно. Спасибо. Что будете заказывать? Капучино, пожалуйста. Хорошо. Сделай один капучино. Сделаем. Телефончик оставил, да? Нет. Чаевые. Верки на наушники. Боженька, пожалуйста, пошли мне мужчину, который оставит чаевые на хорошие туфли, пожалуйста. Как всегда. В своем репертуаре. А че? Аленка, не упусти свои шансы, а? Посмотри, какой мужик. Не то, что твой Ванечка. Ну а че? Ну жениться на тебе твой Ванька все равно не собирает. А почему же не собирается? Да потому что. Дочке вашей уже семь лет. Собственной квартиры у вас нет. Живете в съемной. Да и вообще он пропадает где-то по вечерам. Я больше не хочу этот бред слушать. Давай, Верка. Папа! А я здесь. Привет, мои хорошие. От тебя. Спасибо. Ну, как вы? А мы тебя только завтра ждали. Ну, а я решил сделать вам сюрприз. Весь день гнали без остановки. Соскучилась? Очень. Ее тоже. А что это у тебя такое интересное, а? Наушники мы только сегодня купили. У мамы в кафе есть добрый дяденька, который оставляет с нами большие чаевые. Вера, ну че ты такое говоришь? Ну это было один раз, и мы все на наушники потратили. А этому доброму дяденьке случайно машину починить не нужно? Ты голодный? Страшно. Ну, я вот вообще же ничего. Пустой холодильник. Я бы хоть что-то приготовила. Да ладно. Ты же из ничего, как всегда, сделаешь что-то невозможно вкусное. Правда? Да. Снимаем рюкзак в прикомнике мыть. Алло. Да, Оль. Добрый вечер. Ну да, я же обещал. Подождите, так мы же на завтра договаривались. Ну ладно, хорошо. Да, я сейчас буду. Слушай, Ленточка, тут такое дело. В общем, клиентка, для которой мы машину пригнали. Клиентка? Как интересно. Так, а чего хочет клиентка? Ну, она кровь бизнесу хочет получить машину прямо сейчас. Так, подожди. А эта твоя клиентка вообще на часы смотрела? А ты ей сообщил, что у тебя ребенок, жена? Алло, ну я специально гнал без остановок, чтобы пораньше приехать домой. Уже никуда не собирался. Но Стас позвонил этой Ольге и сказал, что мы на месте. Она обещала компенсировать неудобства. Это как она будет компенсировать это неудобства? Алло, ну все, ну перестань. Вот ты что собираешься готовить? Я? А я не знаю, что я буду готовить. В общем, неважно. Я обещаю тебе, что я приеду раньше, чем ты справишься. Идет? Понятно. Иди. Ну, поцелуй меня. Иди отсюда. Иди уже. Ты чудо. Я туда и обратно. Слышь, Вань, я путевки в пансионат купил. Едем со Светкой отдыхать. Море, Сочи, Чайки. Класс. Ага. Пять лет уже никуда не выбирались. Завидую. Чего завидуешь? Поехали с нами. С шефа я там уголомаю. Не, я не могу. Ты же знаешь, я на свадьбу собираю. На кольцо и на платье. Вань, да фигня все это. Нужно спокойно, без выпендрежа расписаться. Главное, чтобы человек был хороший. А ты человек хороший? Даже слишком, как говорит моя теща. Да, Аленка, она как раз об этом и мечтала. Чтоб кольцо с изумрудиком, чтоб платье со шлейфом и корсетом. Ну-ну. Ну, что, ну-ну. Пару месяцев и я соберу нужную сумму. Мальчики, привет. А с кем здесь можно поговорить об газораспределительном механизме? Ну, со мной можно поговорить. Да, Марин, выглядишь ты просто сногсшибательно. Да и ты тоже, ничего. Как поживаешь? Девочка, ну, брысь отсюда. Так, Вера, иди сюда. Это моя дочь, Вера. Женат, значит? Ну, не совсем, мы еще не расписаны. Машеньке посидеть хочешь? Ага. Только смотри, ни на какие кнопочки, там не нажимай. Ага. А я была замужем три раза. Да. И все три раза неудачно. С последним мужем до сих пор развестись не могу. Тяжелый человек по жизни оказался. Ну, ты ж меня знаешь. Ну, у меня все хорошо. Правда? Ну, и молодец. Так, что насчет машины? Сделаем, починим. К выходному правитесь? А то я хочу к морю прокатиться. Ну, как клиент скажет, так мастер и сделает. А если клиент предложит мастеру составить ему компанию в поездке? Мастеру придется отказаться. Работа не отпустит. Ага. Только ли работа? Я тебе оставлю свою визиточку? Надумаешь? Звони. Вот это баба. Так, давай работать. Да. Ну, а мы продолжаем программу. Вы просто поздравили бухгалтера Нины Петровой. Слушай, я вообще не понимаю, что он меня нашел. Ваня только вчера ушел из дома, я как сумасшедшая начала рыться в его дорожной сумке. Теперь мне так стыдно. Ну, нашла что? Нет, слава Богу. А ты в его сон-то вам боройся. Только имею в виду, у меня мужики, женские имена в телефонной книжке шифруют, да? Хорошо. Вот, увидишь подозрительный, сразу вызванивай. Нет, я так не могу. Ну, могу, не могу. Уведу твою Ваньку, что будешь делать? Здравствуйте, Алёна. Здравствуйте, Михаил. Спасибо вам большое за подарок. Так, Верка очень счастлива. А когда у вас выходной? Выходной? Послезавтра, а что? Хотел бы вас пригласить куда-нибудь в приятное место. Мы можем взять с собой вашу дочь и пойти туда, где ей тоже будет интересно. А, вы знаете, я с мужем в театр собиралась, так что… А, вы знаете, я с мужем в театр собиралась, так что… Извините, я не знал, что вы замужем. Ну, в любом случае, приходите, мы всегда рады. Правда? Правда. Правда. До свидания. До свидания. Как говаривал Козьма Прутков, хочешь быть счастливым – будь им. Сегодняшний день обещает необычный всплеск эмоций и множество неожиданных встреч. На здоровье… Слушай, а почему тебе так везет, а? Забавно, получается. Мужики к тебе липнут, ты их отшиваешь… Это бы мне так. А? Че со мной не так? Я молодая, уверенная в себе, далеко не урод. И детей у меня нет. Но этого часто бывает недостаточно. А, без печи, жирительной влагой помогут домашние маски для лица, которые совсем несложно приготовить собственноручно. Апляция используется в аналитической химии. Уже отстрелялись? Жаль, так хотел вас послушать. Кстати, а почему вы отказались лететь в Бургаст? Там такая погода замечательная. Пархатный сезон, Чайги… У меня у мужа аэрофобия, мы не летаем. Прости, я спешу. Так, а фуршер? Без меня. В офигении! Давай я тебе еще колечки положу. Спасибо, я наелся уже. Но сядь, посиди и так весь день на ногах. Ну ладно. Как на работе-то? Верка, никому не мешала? Да нет, конечно. А наоборот всю техстанцию развлекала. Да, Веронь? Мам, а к папе сегодня такая красивая тетя приезжала на красной машине без крыши. Что еще за тетя? Какая-то тетя Марина. Ага. Представляешь маму, у нее платье такого же цвета, как и машина. Так, Вера, ты уроки сделала? Пап, я же тебе рассказывала, что Мария Дмитриевна заболела. Ты что, забыл? Ты доела? Доела. Ну так беги в комнату, телевизор посмотри. Давай. Ну что не так? Обычная клиентка? Угу. У тебя все клиентки обычные. Да и вообще, в принципе, только клиентки. У вас там чем надо намазать? Вообще, какие услуги предоставляете? Господи, Алена, у нас дочь уже в школу ходит, а ты все никак не уймешься. Пап, я пульт не могу найти. Ленточка, ну а что ты опять начинаешь? Ну ты же знаешь, мне, кроме тебя, никто не нужен. Ты дурак ты, я… Я же люблю тебя и боюсь потерять. Неужели непонятно? Я тоже тебя очень люблю. Ленточка. Субтитры подогнал «Симон» Привет. Прости, что вовремя не получилось. Конференцию на час задержали. Да ничего страшного. Картину все равно не купили. Опять будешь считать меня неудачником? Не, ну ты что? Наоборот, я очень удивлена, что щенка с мячиком не купили. Ну хорошая же работа. Да я не их. В смысле, не эту картину. Я о лукоморье выставлено. Почему? Щенка я еще не закончил. Кстати, а ты… Ты помнишь, как я «Русалку» с тебя писал? Он был такой невозможный. Такой абрикосовый закат. Ты только вышла из моря и сказала мне, что очень хочешь родить мне мальчика. Поехали домой. Ну да. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Прости, а мы что, прям вот так вот и будем спать? Как получится. М-м-м. Как получится. Получится. Еще как получится. Скажи, а ты кого больше хочешь? Мальчика или девочку? Ну, почему? Объясни, в конце концов, почему ты не хочешь ребенка? Давай спать. У меня завтра сложная операция. Нет, я… Я все-таки… Я наконец хочу понять, что происходит. Слушай, а… Может быть, ты просто не хочешь ребенка от меня? Ну, так и скажи. Ты же хирург. Ты же привыкла делать больно, чтобы человеку потом стало легче. Что ты молчишь? А может быть, тебе не нужен именно мой ребенок? Может быть. Нормально, я не очень. А вот. Нормально. Как-то. Нормально. Как-то. Ну, я не знаю. Потерянули тем, как у кого-то, а вот я не купил, чтоessel будет. И не знаю. Ну, что я. Я с – уже не знаю. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok А? А ничего, что у него жена есть. Да и ты, вроде бы, не один. Ну, Света не может. Она в клинику ложится. А без меня она его не пустит. А я, значит, отпущу, да? Слушай, не надо мне помогать. Иди собирай свои чемоданы. Алёна, ну зачем ты так? И вообще, что это за спонтанная поездка? Может, тебя вообще не Стас позвал, а какая-нибудь твоя пресловутая клиентка? Ну, не говори глупостей. Можешь позвонить Свете и все узнать. А вот позвоню и узнаю. Да у тебя просто фантазия разыгралась. Ну, в конце концов, я же тебя не ревную к твоим клиентам в кафе. Например, к этому мужику с офигенными чаевыми. А вот, может, и зря. Ну, это почему же? А потому что, может быть, он не просто клиент. А? Да. Тайный воздыхатель. Не только, знаешь ли, у тебя Оли, Марины. Ну, какая же ты дуреха. Ну, когда ты научишься мне доверять? Дай сюда. И никуда я без тебя не поеду. Ну, хватит. Слушай, сейчас тебе это не поможет. Уйди. Привет. Добрый вечер. Уже на день будешь? Нет, спасибо. Где ты был весь день? Писал, гулял. Покупал билет на самолет. На самолет? Ты? Угу. Что-то случилось? Мама заболела. Нужно съездить навестить. Я же тебе говорил. Мы же хотели вместе ехать в мой отпуск. А я поеду один. Что изменилось? Устал. Интересно, от чего? Вот-вот. Именно такой взгляд. Ты всегда чем-то недовольна. Я тебя раздражаю. Ну, давай сядем, поговорим, проанализируем и решим, как жить дальше. Да я сам уже. Все проанализировал, обо всем подумал. Я не знаю, а зачем я тебе? В каком смысле? Ну, в самом прямом смысле. У нас с тобой разные взгляды на семью. Я очень хочу ребенка. А ты нет. Я очень хочу писать картины. А ты считай, что я должен разрабатывать шрифты для каких-то баннеров. Я… Я тебя каждый день жду. Ну… Ну, хотя бы, чтобы поговорить о том, как прошел день. У тебя на все один ответ. Я очень устала. Ну, я и правда очень устаю. У меня бывает по пять операций в день. Ты понимаешь, я имею дело с человеческой жизнью. А я с душой. Знаешь, давай с тобой какое-то время поживем раздельно. Ну, а потом мы поймем, нужна ли нам обоим такая жизнь. Даже так. Ну, тогда ты можешь идти на все четыре стороны. Прямо сейчас. Ваня у тебя очень хороший. Я знаю, что говорю. А ты ему всю плешь проела своими подозрениями. А парень вон изо всех сил старается, чтобы заработать. Мамочка, да я знаю, что я не права. Но меня как понесет, я остановиться не могу. А ты знаешь, я тебе одно скажу. Если постоянно твердить мужику об измене, то однажды он возьмет и рванет налево. Ну, и что мне делать? Ну, я не знаю. Слушай, а пусть он поедет на это чертово море. Вы отдохнете друг от друга, соскучитесь. Ну, и все встанет из свои места. Ладно, я подумаю. Все, мамуль, целую тебя. Пока. ПОДПИШИСЬ Субтитры подогнал «Симон» 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 Кофе у вас, как всегда, отменный. Где вы выберёте? В магазине. У тебя сегодня в 12 до аминопластика. Да я помню. Кстати, Алла Кшенбургасе такую презентацию по атрофии плечевого сустава провёл — это просто бомба. У тебя всё? Ну да. Да. Извините. Ты чё такая дохлая? Привет. Не выспалась? Романтический ужин удался? Да. Мы поссорились. Ой, тоже мне. Первый раз, что ли? Ваня дома не ночевал. Но звонки не отвечает. Такого раньше не было. А я тебя предупреждала. Все эти подозрительные клиентки, перегоны машин по ночам. Угу. Оксанка, что делать-то? Чё делать-то? Ты ж не слушаешь. Я тебе вот, что скажу. Забей. А лучше отомсти. Да. Смотри, он с тобой какой крендель ухаживает. А едь с ним в ресторан, например. Пусть твой Ванька локти кусает. А то, получается, ему всё можно, а ты что? Фух. Он по бабам шляется, по ночам пропадает. А ты сиди у окошка и жди, когда твой Ванечка придёт. Думаешь, это поможет? Тебе поможет. Клин клином вышибают. Да. Ты права. Ты права. Я права? Да. Ваня. Прости меня, пожалуйста. Я такая дура. Я тебя совсем замучиваю. Это я во всём виноват. Не нужно было брать этот чёртов кабриолет. Я просто хотел сделать тебе сюрприз. Прокатить по ночному городу, как в твоих любимых старых фильмах. Нет, нет, нет. Послушай, это я виновата. Я, я клянусь, обещаю. Больше никогда не буду себя так вести. Только не пропадай, пожалуйста. Знаешь, я… Я хочу, чтобы ты поехал со Стасом в Суча. И давай не спорь, потому что ты заработался, устал. И от меня тебе надо отдохнуть. Да я не хочу от тебя отдыхать. Я никуда не поеду. Поедешь? Во сколько самолёт? Около двух. Отлично. Значит, успеем собрать вещи. Да подожди. Тебя же не отпустят. Не волнуйся, директор на больничном. С Оксанкой сейчас договорюсь. Вот ещё. Так, давай. Вещи я собрала. Крем для загара положила. Фотоаппарат зарядила. Подожди, что-то ещё. Что-то ещё. Алён. Папа, ты мне там акулу сфотографируешь? А там нет акул. Сейчас. Секунду. Ваня, звонят. Ответь, пожалуйста. Алло. А кто это? Как же мне всё это надоело. Что случилось? Кто звонил? Твоя очередная или предыдущая трубку бросила. Ты можешь мне правду сказать уже? Какую правду, Алёна? Что у тебя кто-то есть. И не надо мне говорить, что… Не надо мне голову морочь, что это так. Папа, почему вы ссоритесь? А никто не ссорится. Всё хорошо. Это тебе. Спасибо, ласточка. Иди сюда. Будь умницей, ладно? Пока. На. Желаю удачно отдохнуть. С ней. Прости. Ты плачешь? Нет. Уже всё в порядке. Я к операции готовлюсь. У меня сегодня удаление абсцесса. Так. Говори, что случилось. Ну, у тебя руки дрожат. Для хирурга это недопустимо. А ну, признавайся. Да всё нормально уже. Надя. Я с мужем поссорилась. Мы два дня не разговариваем, спим по разным углам. А сегодня он вообще уехал. Так может, это неплохо. Есть время перевести дух и понять, чего он уехал. Да, он не хватает. А вообще, Надюш, ребёнок вам нужен. Вот что. Ну, ты же любишь его. Да люблю я его, люблю. Но только семьи у нас не получается, понимаете? Он так мечтает о ребёнке, только об этом и говорит. И думает, что я рожать от него не хочу. А я… Я не могу иметь детей. Боюсь сказать ему об этом. Я не могу иметь детей. Вон оно что. Он всё время пытается мне доказать, что он будет хорошим отцом. Что он может измениться. Он даже билеты на самолёт купил. Хотя летать боится, потому что, когда ему было двенадцать лет, в авокатастрофе разбилась его сестра. Нет, ты не права, Надюш. Ты должна сказать мужу правду. А если он уйдёт от меня, как я тогда буду жить без него? Нужно признаться. Счастливую семейную жизнь на обмане не построишь. Начинается посадка на рейс Мерликсур 47 в Саратов, Москва. «Алё, это я». Алё. Это я. Ты что-то хотела? Да. Нет. В общем, вернёшься, поговорим. Да, конечно. Простите, пожалуйста, а вы не знаете, рейс случайно задерживается? Нет, все в порядке. Вылетаем вовремя. Спасибо. Верунчик, маму позови, пожалуйста. Слышь, Ваньба. Секунду. Мама, мама, папа! Мама! Да. Алло, слушай, я в аэропорту, но я никуда не полечусь, что ты скажешь. Я тебе ничего не скажу. Ленточка, ну давай мириться. Ну, эта клиентка, она… Знаешь что? Я, честно говоря, устала от этих твоих клиенток. И мне осточертело твое вранье. Понятно? Все, вернешься, поговорим. Проходите. Заключается посадка на рейс в 216 в Саратове, в Сочи. Пассажиры просим пройти. Здравствуйте, пожалуйста. Добрый день. Мама, а папа от нас ушел? Почему ты так решила? Так было у Сони Волошиной. Когда ее папа от них ушел, мама все время пылесосила, злилась, а потом плакала. Нет, Верочка, папа просто в отпуск поехал. Он скоро приедет, и все будет, как обычно. Знаешь что? Давай-ка мама закончит с уборкой, и мы пройдем, проколем тебе уши. Правда? Правда! Ура! Ура! До свидания. У-у-у! С вами все в порядке? С вами все в порядке? Да, все в порядке. Какой шовный материал приготовили? Полипропилен, викилил и сетка 20 на 10. Возьмите 15 на 10. Хорошо. Слышали уже? Самолёт упал. Какой? Саратов, Сочи. Прямо на взлёте. Мы прерываем показ фильма «Женщина не склонна к авантюрам» для экстренного сообщения. Менее часа назад при взлёте потерпел крушение самолёт, выполнявший рейс номер 216 «Саратов-Сочи». На борту находилось 86 человек, восемь из них члены экипажа. На месте катастрофы работают спасатели и представители городского управления МЧС. По предварительным данным, не вышел никто. За более подробной информацией вы можете обращаться по телефону горячей линии, которую вы сейчас видите. Алло, алло, да, мам. Алло, а где Ваня тут? Мамочка, сейчас не могу говорить, мы спешим в аэропорт. Давай, позже перезвоню. Мамочка, что случилось? Венечка, давай быстрее. Причина катастрофы устанавливается. Здравствуйте. Стой здесь, никуда не ходи. Мамочка! Отвезите в аэропорт. Иди, садись. Поехали скорее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ознакомиться с обновлённым списком пассажиров рейса номер 216 в Саратов, Сочи. Вы служите у стойки номер 4. Также информация по поводу пассажиров рейса номер 216 находится на доске объявлений. Доктор, тут девушке плохо. Кому плохо? Ну, плохо, что с вами. Меня слышите? Помогите. Посмотрите, пожалуйста, в списках моего мужа. Хорошо, я посмотрю. Кого смотреть? Ивана Тихонова. Кого? Ивана Тихонова. Это мой муж. Девушка Тихонов Иван Алексеевич, это мой муж. Тихонов Иван, мой муж. Ну, что мне паспорт показать? Вы с ума сошли. Это наша дочка. Это вы, да? Это вы из Красного Кабриолета? Какого Красного Кабриолета? Что за бред? У меня нет никакого Красного Кабриолета. Это она? Мама, это не та тетя. Тихонов Иван Алексеевич. Да. Художник. Автослесарь. А я поняла, они... Чувские. Простите. Мама, что это все значит? Я не знаю, детка. Один тихон. Где в том? Ничего не понимаю. Только пойдемте. Простите, девушка. Почему у вас в списках только один Иван Тихонов? Скажите, пожалуйста, почему один? Объясните нам, пожалуйста. Девушка, пожалуйста. Срочно снять копию и отправить. Простите, можно пройти? Простите, вот у вас в списках только один Иван Тихонов. А летели двое. Какие двое? Моего мужа зовут Иван Тихонов. Ее тоже. Они тезки. Тезки, тезки. А, два Тихонова. Да. Минуточку. Сейчас разберемся. Пожалуйста, разберитесь. Меня Надя зовут. Меня Алена. Понимаю. Здравствуйте. 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 Примите мои искренние соболезнования. Вы знаете, очень странная ситуация. На рейс зарегистрировали сразу два Ивана Тихона. Но по факту на самолет сел только один. Второго ждали до последнего. Получается... Получается, один жив какой? Действительно, а который из них? Здесь его никто не видел. Видели только те, кто был в самолете. Нет, ну подождите. У вас же здесь полно видеокамер. Да, ну, я не знаю. А, Леша? Да, но у нас идет преоборудование. Да. Система безопасности аэропорта. И поэтому камеры уже три дня не работают. Ну, подождите. Ну, вы же должны хоть что-то сделать. Должны нам помочь. Успокойтесь, успокойтесь, пожалуйста. Прошу вас. Леша. Здесь контакты нашей авиакомпании, а также телефоны горячей линии. Кул-центр. Да. Вы позвоните, оставьте свои координаты. Вам сообщат, если что-то изменится. А сейчас извините. Простите. Прости, моя ваша. Прости. Так, я поеду домой. Мой муж панически боится летать. И, скорее всего, он так и не сел в самолет. Мама, помнишь, что папа тебе звонил, а ты не захотела его слушать? Конечно. Он наверняка не улетел и ждет нас дома. Быстрее, пошли, быстрее, быстрее. Давай скорее. Иван, ты здесь? Ваня! Ваня, давай быстрее, заходи. Ваня, ты дома? Алена? Папа. Его здесь нет. Ален. Вань! Вы что-нибудь выяснили? Нет. Иван? Брут, ты голодный, да? Мама. Мама, ну чего? Мам, папа больше никогда не вернется. Так, Вера, послушай меня. Больше никогда так не говори. Ты меня поняла? Мама, мне больно. Алена! Простой, пожалуйста. Папочка обязательно вернется. Я тебе обещаю. На, попей водички, попей. Попей. Пойдем, я тебе книжку почитаю. Не хочу. Ну, вместе посидим. Пойдем. Элечка, ну что? Пойдем кушать, деточку мою. Здравствуйте, Свет Константиновна. Ой, здравствуй, Наденька. Слушай, ты не могла бы посмотреть мое коленка. Чего ты так разболелась? Прям я... Извините, не сейчас. КОНЕЦ ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло, Ваня? Это Надя. А это вы? Здравствуйте, Алена. Я хотела вас спросить. Ну, по всей видимости, ваш муж так и не появился? Нет. И мой тоже. Надя, послушайте, я... Я не знаю. Я места себе не могу найти. Я не знаю, что думаете. Это кошмар какой-то. Прежде всего, нужно успокоиться нам с вами. Да вы, суть по всему, и так спокойнее. А у меня это профессиональное. Надя. Да? Может быть, нам все-таки позвонить в полицию? Нет, в полицию пока не надо. А что же нам делать? Может быть, искать их обоих. Сейчас, ну вот, сейчас. Плюс. Я скорую. Я скорую, моя дорогая. Скажите, пожалуйста, где начальник вокзал? Там зал будет. Ради Бога, извините, ради Бога. Здравствуйте, девушка, скажите, а вы можете по своей системе посмотреть, покупал ли билет до Сочи человек по имени Иван Тихонов? Не могу, не имею права. Почему? Мне очень важно знать, уехал ли он в Сочи. Девушка, данная информация выдается только по запросу из полиции. А я вам паспорт покажу. Девушка, ну, пожалуйста, посмотрите. Милая моя, я не имею права давать информацию пассажиру. У меня инструкция, понимаешь? Инструкция. У вас инструкция? А у меня муж пропал. Ну, я здесь ни при чем, правда. Хорошая, не задерживай очередь. Не будешь брать билет, освобождай пространство. Здравствуйте. Куда? Доказание. Два и детский. Два и детский, да. Свидетельство на ребенка. Приготовьте мне, пожалуйста. Хорошо. Взгляни на маленьких цыплят. Малютки рядышком сидят. Когда не спят, они едят. Когда едят, они не спят. Она наконец заснула. Послушай, надо Верочке сказать правду. Дети все чувствуют и понимают. Их нельзя обманывать. Мама, какую правду? Ты давай заканчивай. Между прочим, у той женщины муж тоже пропал. Я все понимаю, но… Ванечка до сих пор не вышел на связь. Все. Ты куда? Куда? Ваню искать! Представление начинается! Нарисуем небо, нарисуем дождь, А затем и лужи, ты по ним пойдешь. Маленькие ручки к маме протяни. Засияет солнце у нее внутри. Засияет солнце у нее внутри. Нарисуем море, а у моря дом. А кого с тобою мы посели в нем? Ну-ка, поглядите, дружная семья. Счастливым мы вместе, папа, мама, я. Счастливым мы вместе, папа, мама, я. Нет, этого просто не может быть. Уходя, оглянись на миг. Длится пусть наш последний день. Мы молчим, но душа кричит. В ней тольких слов хочет вырваться тень. Снова стучится летний дождь в окно. Мы друг от друга далеко. Но в отраженье своего лица Я узнаю опять тебя. Ну что шум-то поднимаешь? Стоп, 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 сюда нельзя. Чего нельзя? Мне надо автослесаря найти, Ивана Тихонова. Да все автослесаря давным-давно дома. Я один здесь. А вы днем его здесь не видели? А меня здесь днем не бывает. Я ночной сторож. Ясно. Извините. Вроде домой. Иди домой. Все пройдет, но не эта боль. Не уходи. Его там нет. Постой. Пошли домой. Постой со мной. Ну, как знаешь. Ну, как же я? Я же совсем одна. Молодец. Пойдем там. Пошли. Молодец. Молодец. Домой. Далеко, но в отражении своего лица, я удачу опять тебя. Здравствуйте. Доброе утро, Зоя Александровна. Что происходит? Ты вчера оставила пациента на операционном столе. Хорошо, что операция была плановая. И он дождался другого хирурга. Зоя Александровна, я очень виновата, но мне нужно было срочно уехать. Ты что, в овощном магазине работаешь? Срочно уехать? Ну, поверьте, у меня не было другого выхода. Ты с мужем-то поговорила? Не решилась. Здрасте. Здравствуйте. Зоя Александровна, мне нужны отгулы с сегодняшнего дня. Что все-таки случилось? Иван пропал. Ты в полицию сообщила? Нет, пока нет. Почему? Потерпел крушение самолет Сарата в Сочи. На рейс было зарегистрировано два Ивана Тихоновых. Но в самолет сел только один. Кто из них, неизвестно. Значит, второй жив. Но по какой-то причине не объявляется. Жена второго тоже ничего не может понять. И что ты собираешься делать? Искать его. Пока сама без полиции. Хочу начать с его мамы. Поэтому мне нужно лететь в Сочи. Сколько дней тебе нужно? Три. Хорошо. Готова? Спасибо, Зоя Александровна. Выходите. Выходите. Алло, здравствуйте. Меня зовут Алёна. Я жена Ивана Тихонова. Он не объявлялся случайно? Нет. Спасибо. Алло. Здравствуйте. Меня зовут Алёна. Я жена Ивана Тихонова. Он не звонил случайно? Нет. Нет, у меня все в порядке. Спасибо. Спасибо. Алёна, может, хватит? Ты с ребёнком погулять обещала, на качелях с ней покачаться. Слушай, как же ты не понимаешь-то? Но я чувствую, что с ним все в порядке. Однообразных надежд. Только хуже бывает. Значит, я повторяю ещё раз. На борту самолёта был только один Иван Тихонов. Значит, второй жив. Почему ты хоронишь именно моего? Я никого не хороню. Я только хочу сказать, что если бы Иван не сел на тот самолёт, то он бы дал о себе знать. Знаешь что, хватит? Я вот пока не перезвоню всю эту книжку, я не успокоюсь. Я его найду. Дай. Дай сюда. Алло. Ах, это ты? Ба, я дома. Ба, я дома. Ба, я дома. Ба, я дома. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Алиса… Спи, спи, бабушка, спи. Ух… 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 Прибежал, как миленький. Не фиг было выделываться. Шурка, что тебе надо? Фига себе, какие люди. Здравствуй, Алиса. Войти можно? Ну, только потише. Бабуля еще спит. Ну, и? Каким ветром тебя к нам занесло проведать вас приехало? Да это что? А помнится, ты говорила, что ноги твоей больше не будет в нашем мерзком Сочи? Чем же мы сейчас заслужили такую честь? Иван, у вас? Ты че, с дубой рухнул? Че ему у нас делать? Я думала, он к вам поехал. Угу. Сейчас. Этот подкаблучник без твоего разрешения и шагу ступить не может. А ты почему не в колледже? И че должны перед тобой отчитываться вообще? Алиса! Алиса! Бабуль, у тебя все нормально? А-а-а. Бабуль. Надь. Ну-ка. Ольга Михайловна, вы меня слышите? Это Надя. Алиска, срочно скорую! Света! Знаешь что, вообще-то ты должна была быть в этом самолете. Вера? А что ты хотела от меня услышать? Что? Я все понимаю, только попробуй объяснить моей семилетней дочке, что теперь у нее нет отца. Да! Знаешь что, вот просто забудь! Вычеркни из своего мозга этот номер! Больше не звони! Алена, 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 ну, возьми себя в руки. Ну, в чем Света виновата? В том, что она не села в этот треклятый самолет, как должна была. Ну, то есть, она виновата в том, что осталась живой? Потому что ей приспичило быть красивой, мама! А я теперь одна, понимаешь? А у меня теперь нет Вани! Нету Вани, мама! У меня и нет Вани! У меня нет Вани, мама! Успокойся, успокойся, ну… Ты же только что говорила, что Ваня жив. Ну, Ачка, и кричи, что его нет. Ну, может быть, ты права, он жив. А когда папа вернется, мы больше никогда не будем плакать, правда? Спасибо большое. Мы сейчас туда поедем. Собери, пожалуйста, речь Ольги Михайловны. Поедем в больницу. Нужно выяснить, какие лекарства надо купить. Шурка, я тебе потом перезвоню. Не могу сейчас говорить. А кто такой Шурка? Какая тебе разница? Шурка — это мой жених. Не рановато? В самый раз. По-моему, тебе пора уезжать. Не собиралась, я хотела тебе помочь. Но мне не нужна твоя помощь. Ни твоя, ни Ванькина. А что так? А он бессовестный предатель. Не слишком пафосно обвинение? Нет, не слишком. Он как женился на тебе, так сразу забил на нас и свалил. Видите ли, мы как-то не так к тебе относимся. А что, разве это не правда? Вы же все время на меня волком смотрели. Твоя бабушка постоянно рассказывает про его бывших невест, какие они красивые и умные, как ценили его таланты. А я-то полная дура. Нет, Надь, ты не дура. Это мой дядя идиот. Он же талантливый художник. А чем сейчас занимается? Рисует рекламные плакатики? А в этом виновата ты. Да, действительно, не стоит оставаться. Если что-то еще будет нужно, позвони. Я не могу. Спасибо. Если что-то еще будет нужно, позвони. Натя, подожди! А че с Иваном-то? А он пропал. Сбежал, значит. Ну, че ты хотела? Тебе помочь? Слушай, сегодня как муки наймут. Ну да, все слетелись. Простите, все хорошо? Извините. Ну, во-первых, сейчас ты это все убрала. Во-вторых, это все я вычту из твоей зарплаты. Ну, подождите. А че ты вякнешь? Я тебя уволю. Зачупан ногу поломал и дома сидел. У тебя все хорошо? Да, все нормально, Оксана. Пойду веник принесу. Брут, привет, мой дорогой. Как ты? Гуляете? Пошли. Здравствуйте, Софья Константиновна. Ой, здравствуй, дорогая. Спасибо большое, что за брутом присмотрели. Ой, да что-то мне не тяжело. Они с Илечкой так хорошо ладят. Надюш, а что ж ты мне не сказала, что Иван погиб? Софья Константиновна, я не совсем уверена, что в самолете был Иван. А опознания? Ну, что, не было? Ну, какое опознание? Несколько тон керосина. Все сгорело. Какой кошмар. Ой, Надюш, ну ты крепись. Крепись, милая. А бру-то приводи, если что. Хорошо. Спасибо большое. Мне не тяжело. Идем, Илечка. Пошли. Идем, милая. Вон тут. Да. О, вон, вон. Вон, вон. А бру-то приводит. Настя, милая. Хорошо. Вон там. Я заполняю тебя на дуэке или на дуэке, Вон там. Я утряну тебя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Уходя, оглянись на миг Длится пусть наш последний день Мы молчим, но душа кричит В ней горьких слов Хочет вырваться тень Постой со мной Постой со мной Ты постой со мной Ты постой со мной Ваш заказ будет готов через пять минут – Вот твой бед. – Пожалуйста. Спасибо вам большое. Вам еще что-нибудь принести? – Нет, спасибо. – Здравствуйте. Здравствуйте. Возьми, пожалуйста. Нужно срочно почистить пятый столик. Слушай, погоди, я на секундочку. Прошу. Будьте на прокомплексный обед. Девушка, бизнес-лайнш у нас до пяти вечера. Бери. Можно тогда пельмешки в горшочках? Две порции, потому что мой муж тоже очень любит. Девушка, у нас нет пельмешек в горшочках. Девушка, мы уже два с минуты ждем. Где ваш администратор? Девушка, присядьте, к вам сейчас подойдут. А сколько можно ждать? Вы могли бы тогда что-то посоветовать? Знаете что, вы просто, пожалуйста, сделайте заказ. У меня сейчас нет свободного времени. Вам понятно? Эй, девушка, что случилось? Что за тон? Подождите. Я просто сказала вашей спутнице, что у нас нет пельменей, чтобы она просто сделала заказ. Добрый вечер. Альберт, директор заведения. Что случилось? Вы знаете, моя жена потеряла очки. Из них она видит только очертания и силуэты. Но это не повод, чтобы на нее орали. Извините. Мы просим прощения. Присядьте, пожалуйста. Сейчас вас обслужит другой официант. Нет. А ты? У нас последняя капля. Ты уволена. Да ради бога! Оксаночка, обслужив клиентов. Алена, пойдемте. Я просила раствор дегмина. Надежда Викторовна, вы просили раствор ядоната. Я просила раствор дегмина. Вы видите, у больного дерматит какой тут ядонат? Хорошо, Надежда Викторовна, я сейчас все заменю. Скальпель. Скальпель. Скальпель нестерилен. Замените. Что, Саня, в конце концов сегодня? Надежда Викторовна, почему вы на меня кричите? Так, вызовите срочно Калядину на замену. Ну, вот, все. Спасибо. Скажи, что платье завтра вольное, ладно? Угу. Давай. Я тебе позвоню. Хорошо. Пока. Ален, да не расстраивайтесь вот так. С работы что-нибудь придумаю. Да, дело не в работе. Вы наверняка слышали про авиакатастрофу. Возможно, там был мой муж или не был. В общем, он куда-то пропал. Я… Я не знаю, что мне делать. Я не знаю, что мне думать. Я могу для вас что-то сделать? Звезите меня куда-нибудь. Только не домой, пожалуйста. Да. Можно, Зоя Оксана? Вы хотели меня видеть? Как прошла операция? Успешно. Больной сейчас в стабильном состоянии. А что у тебя произошло с операционной сестрой? Она дважды перепутала указания и вела себя вызывающе. Натюша, а как ты себя чувствуешь? Смотри, круги под глазами. Выглядишь неважно. У меня все под контролем, Зоя Александровна. От Ивана новостей нет? Нет. Нет. А может тебе отпуск взять? Нет, только не отпуск. Мне надо работать, чтобы рубки и голова были заняты. Иначе я сойду с ума. Послушай, я все понимаю, но я не могу рисковать психологическим климатом в отделении и здоровьем пациентов. Иди в отпуск. И займись собой. Так что, Надя, договорились насчет отпуска? Да. Я пойду в отпуск. Вы, как всегда, правы, Зоя Александровна. Алена, а у вас есть мечта? Мечта? Ну да, была. Я хотела стать поваром. Ну а что? Очень хорошая мечта. Да. Я хотела свой ресторанчик, где я была бы шефковой. Даже все уже придумала. Маленький такой, уютный ресторанчик. Столиков на семь, на восемь. Меню из двенадцати блюд, которые я бы меняла каждую неделю. Придумала бы что-то новое. Я хорошо готова. Вы что, не верите? Почему? Очень даже верю. Мне кажется, вы не умеете говорить неправду. И что же вас остановило на пути к своей мечте? Ваня. Потом Верку родила. Так что мечта изменилась. А я всегда, я всегда любил играть. Ну как играть? Придумывал разные ситуации и персонажей. Я разрабатываю компьютерные игры. У меня небольшая фирма. И десять таких же сумасшедших любителей поиграть. Михаил. Да? Отведите меня домой, пожалуйста. Конечно. Ты помнишь, как я русалку с тебя писал? Он был такой невозможный, такой абрикосовый закат. Ты только вышла из моря и сказала мне, что очень хочешь родить меня мальчика. Слушай, а может быть ты просто не хочешь ребенка отменять? Ну так и скажи. Ты же хирург. Ты же привыкла делать больно, чтоб человеку потом стало легче. Что ты молчишь? Вернешься, поговорим. Вернешься. Ты где была? Привет. Меня с работы уволили. Может, в церкви сходите, а? Да. Мне нужно поставить свечку за упокой. За Ивана. Почему за упокой? А что случилось на работе? Ничего. Все нормально. Валь. Свечку надо за здравие поставить. Ваня жив, мам. Где? Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, Господи. Дайте мне, пожалуйста, вот эту. Тридцать. Здравствуйте. Спасибо. Сдачи не надо. А вы не подскажете, куда ее ставить надо? А вам за здравие или за упокой? А я не знаю. Тогда вам к Николаю Чудотворцу. Он всем помогает. Это там справа, от алтаря. Хорошо. Спасибо. Надя? Здравствуй, Алена. Понимаешь, Надя, мы с Ваней как-то нехорошо расстались. И в этом виновата я. Самое страшное, что в последнее время я ничего не чувствую. Это нормально. Это пройдет. Так организм пытается справиться с болью. Тридцать. Мы тоже так любили гулять. Вместе в этом парке. Однажды прибежала овчарка. Откуда ни возьмись. Я так испугалась. А Верка моя схватила ее, начала обнимать. Смеется, улыбается. Ничего не боится. А у нас с Иваном нет детей. Почему? А у меня гормональная дисфункция. Лечилась, ничего не помогло. Иван не знал об этом. Я так и не решилась ему об этом рассказать. Боялась, что уйдет. Любые разговоры о детях пресекала. Я нервничала, психовала. Он у меня художник. Говорят, талантливый. Картины его, правда, не продавались. Ну и я его совсем не поддерживала. Вот он и решил, наверное, что я от него рожать не хочу, раз он такой неудачник. Какая же я дура была. Я ревновала его каждому столбу. И стельки закатывала. Я не хочу так жить. Я не хочу жить одна. Я тебя понимаю. Вот сейчас нет Ивана. И такая пустота навалилась. Что делать-то, Надь? Постарайся успокоиться. Время лечат. Говорят. Кого оно лечит? Да и вообще, как ты можешь так спокойно об этом говорить? Нам же надо что-то делать. Знаешь, мой Ваня жив. И он к нам обязательно вернется. ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ 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 ЗВОНОК ТЕЛЕФО ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Алло. А его сейчас нет. Картину купить? Нет, продажей картин муж занимается сам. А что-то передать? А вы кто? Ну, что мой дорогой, что мой хороший, я тоже по нему очень скучаю. Ну, он вернется. Слышишь? И все у нас будет хорошо. Пойдем гулять. Пошли. Мам, ребенок требует прогулки в парке. Ну, конечно, идите. Я сама все доделаю. А потом, когда вернетесь, мы вместе чай с плюшками попьем. Мама, тебя. Кто? Не знаю. Алло. Это мастер из автосервиса, где ваш муж работал. Тут его вещи остались. Может, вы их заберете? А вам что, так не терпится избавиться от его вещей? Да нет, что вы. Мы просто человека взяли вместо Ивана. Ему шкафчик нужен. Хорошо, я скоро приеду. Ты ребенку обещала. Верочка, планы поменялись? Маме нужно кое-куда отъехать. Давай принесем нашу прогулку. Ладно? Обманщица. Вер! Что мне с этим делать? Алена, пойми, так нельзя с ней. Она все-таки отца потеряла. Это еще не доказано. Алло. Здравствуйте, Алёна. Это Михаил. Здрасте, Михаил. Я надеюсь, у вас все увладилось в кафе? Да все в порядке. Мне уже нашли замену. Мне очень жаль. Алёна, я хотел бы с вами встретиться. Ой, вы знаете, сейчас я не могу. У меня дела срочные. Алёна, мне нужно очень с вами поговорить. Я буду через пять минут. Привет, Брут. Здрасьте, тут мастер. Привет, Кирюша. Брут. Алиса? Ты чего здесь? Иван нашелся? Алиса? Ты чего здесь? Иван нашелся? Бабушка умерла. Врач из больницы сказал, что если бы скорая приехала на два часа раньше ее можно было бы спасти. Это я виновата. Ну, ни в чем ты не виновата. Ты что? Ты не понимаешь. Я в ту ночь с Шуркой до утра в клубе тусила. Ну, перестань. Надя, не прогоняй меня. Ну, конечно, я тебя не прогоню. Алиска, ты что? Пойдём-ка домой. Ты замёрзлась. Я что? Ну, вот. Наши плюшки готовы. Чего ты там всё высматриваешь? Посматриваешь. Мама — предательница. Мама — предательница. Вера, иди чай пить. Не хочу. Мама — предательница. Что? А кто тебе с похоронами? Шурка помог? Нет, с Шуркой всё кончено. Соседи помогли. И девушка соцработник. Что к бабушке приходило? Ясно. Ну, пойдём я дам тебе во что переодеться. Ты прости, бабуля, и меня заодно. Да перестань ты о чём ты. Спасибо. Да нет, правда. Просто бабуля очень Ваньку любила. А он забил на всё и свалил. И ещё ссорился с нами. Всё время из-за тебя. А бабушка очень переживала. Она помириться с тобой хотела. И даже кофту тебе связала бирюзового цвета. И говорила, тебе пойдёт. Хотела ко дню рождения успеть. Ну, успокойся. Алиска, ну что ты? Надя, можно я у тебя поживу? Ну, конечно, можно. Только как же твой колледж? А я его бросила. Ну, какой из меня бухгалтер? Брус! Надя, у тебя никаких предположений, куда мог деться Иван? Не-е-е. А может, в полицию пойти? Я думаю, полиция нам сейчас не поможет. Правильно. А ты друзьям звонила? Конечно. Всем, кого знаю. Какая у вас всё-таки собака хорошая? Умная. Ну, в общем, у Ивана есть любовница и ребёнок. Ты только не переживай. Должно же быть хоть что-нибудь. Алиска, ну не может это же быть, чтобы он никому ничего не говорил. Вспоминай! Да нет. Он нам про них вообще ничего не рассказывал. Меня случайно узнало. Отслушаю. Алиса. Смотри. Значит, это правда. Твой дядя меня обманул. Он сказал, что летит к вам, а на самом деле поехал к ним. К своему ребёнку и его матери. О чём вы хотели поговорить? Да я, честно говоря, просто хотел вас увидеть. Не сердитесь, пожалуйста. Утром проснулся, а внутри какая-то… какая-то пустота. Да. Подумал о вас. Набрался смелости и позвонил. У вас что-то случилось? Я не хочу вас грузить своими проблемами. К тому же, моя проблема по сравнению с вашими – это полная ерунда. Михаил, давайте вот не будем. Не надо меня жалеть. Мой муж жив и он скоро вернётся. Лучше расскажите, что у вас произошло. У меня тоже пропала жена. Я ищу её, но пока безуспешно. Вы женаты? Да. Но я подал на развод. Она разводиться не хочет. Может, потому что она вас любит? Да нет. Она деньги мои любит, а не меня. Понимаете, у нас большая разница в возрасте, она намного меня моложе. Нет. Сначала всё было хорошо, даже весело. Она такая, знаете, девушка-праздник. Праздник, в котором всё легко и просто. Но настоящей семьи у нас не получилось. Я-то хочу, чтобы… Чтоб был уютный дом и раги по выходным, в конце концов, дети. Вы же понимаете, о чём я? Спасибо большое, что подвезли. А может, я вас потом обратно отвезу? Ой, нет. Ну что вы, не стоит. Жаль. Всего доброго. До свидания. А Масло, вы проверяли? Здравствуйте. Я жена Ивановна Тихонова. Секундочку. Саш, подойди, пожалуйста. Это я вам звонил. Пойдёмте в комнату отдыха. Мы тут ничего не трогали. Вы уж разберитесь и примите мои соболезнования. Знакомый кабриолет. Знакомый кабриолет. Ну, что случилось? Ты так напугала меня своим звонком? Почему ты не захотела, чтобы я к тебе пришла? Ты понимаешь, у меня сейчас живёт племянница Ивана. Она не в курсе, что произошло. Ну, в чём проблема? Расскажи ей. Да у неё недавно бабушка умерла. Хватит ей пока впечатлений. Или я, конечно, ей расскажу, когда будет понятно, что говорить. Так что случилось? Это я нашла в Ваниной куртке. Ну, обычная визитка. Не обычная. Вот эта вот визитка в красном кабриолете приезжала к Ване в автосервис. И Верка мне рассказывала, как эта дамочка вокруг него крутилась. Да ещё и названивала ему. Даже при мне. Может, он с ней сейчас. Так позвони и выясни. Я не могу. Я боюсь. Чего? Правду узнать. Послушай, ну ты же сама говорила, что твой муж замечательный и верный человек. Что он много работал и очень любил вас с дочкой. Что он не мог тебя изменять. Слушай, ты сейчас это всё специально правильно говоришь? Чтобы мне больно сделать? Ну, почему? Я просто размышляю. Да нет, не просто. Зря я тебе позвонила. Знаешь что? Ты просто хочешь, чтобы мой Ваня погиб. Да не хочу я, чтобы твой Ваня погиб. Я просто хочу, чтобы мой был жив. Смотри. Это мой муж и его сын. Сейчас мальчику года три. И что? А то, что у него теперь другая семья. И он сейчас с ними. Нет. Нет, нет. Этого не может быть. Потому что... Потому что мой Ваня сейчас с этой... Жемякиной. Ну, и что будем делать? Искать его. Их. Несмотря ни на что. Хорошо. Только теперь мы будем делать это вместе. Ну, как дела? Ты ушла, а она плакала. Я её еле успокоила. Привет, малыш. Ну, что, съездила по делам? Да. Зачем ты, блядь, не было у тебя никаких дел? Я сама видела, ты ездила с каким-то дядькой на джипе. Нет, нет, нет. Подожди. Я... Он меня просто подвозил. Дядя Миша из кафе. Ну, помнишь такое? Не нужен мне есть какой дядя. Я папу жду. Верка, я ездила в автосервис к папе на работу. Забрала его вещи. А потом встречалась с тетей Надей. Помнишь тетечку врача из аэропорта? У неё... У неё мужа зовут так же, как нашего папу. Понимаешь ты меня или не понимаешь, я тоже очень жду папу. Я ищу его каждый день. Я тебе клянусь. Я тебе не верю. Аля, на. Мам, у меня тут... Послушай. Это ты послушай. Верочке сейчас очень нужна мама. Но у меня есть доказательства. Ну, где они? Где они, эти доказательства? Ты понимаешь, что так дочь потерять можешь? Я схожу с тобой. Не надо. Сиди, я сама. Есть кто? Есть кто? Есть кто? Сиди. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Привет. Здравствуйте. А вы, Кингин, на занятия? Здравствуйте. Здравствуйте. Стой, стой, стой. Молодец. Да, я вас слушаю. Здравствуй. Здравствуй. Я... Меня зовут Надежда Тихонова. Это Кирилл. Мой сын. Серёжа, вот, это Сергей, мой муж. Серёжа, ты можешь кофе сделать и, Кирюш, забери, пожалуйста. Нам с Надеждой нужно поговорить. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Хорошо. Спасибо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Вот. Хорошо. Мы с ним познакомились пять лет назад. В студии одного художника, Гоши Бестряков. Вы, наверное, знаете. Ну, неважно. Я тогда работала натурщицей. Ведь вам так повезло. С вами рядом очень талантливый человек. Ну, естественно, я сразу влюбилась, а ему, кроме вас, никто не был нужен. Только однажды мы с ним четыре года назад. Он тогда был очень расстроен из-за ссоры с вами. А я попыталась его… Утешить. И забеременела. Прекрасно понимала, что он от вас не уйдет. Но я решила рожать. И знаете, Иван, когда узнал, он очень обрадовался. Поверьте, мне от него ничего не нужно. Он сам решил помогать, заботиться о Кирюше. А год назад я вышла замуж за Сергея. Скажите, Инга, а когда вы последний раз видели Ивана? Два месяца назад он приезжал поздравить Кирюшу с днём рождения. Подарил ему краски, игрушку. Вы не хотите, чтобы они общались, да? Да. Иван, такой человек, он так много может дать своему сыну. Ну, конечно, если вы против, то Сергей, он готов усыновить Кирюшу. Сейчас это не имеет никакого значения. Почему? Иван погиб. Что? Бабе – катастрофа. Мам, я хочу кушать. Да, мой маленький, сейчас, сейчас мы будем кушать. Сейчас. А как же это? Тётя, не плачь, всё пройдёт. Боже, как же он похож на Ваню. Боже мой. Боже мой. Эй, что? Погиб мой Иван. Значит, вы жив. Надь, Надь, держись, ты же сильная. Я так устала быть сильной, Олег. Так, ладно. Ты звонила Марине? Нет, я… Я так и не решилась. Ну-ка, дай-ка сюда визит. Надь, пожалуйста, не надо. Давай. Алло. Здравствуйте. Мне нужна Марина Кожемякина. Это её муж. Скажите, а где можно её найти? Понимаете, вероятнее всего, ваша жена имеет отношение к мужу моей подруги. Хорошо, я поняла. Спасибо. Странный какой-то. Она сбежала. Телефон оставила. Её муж сам её ищет. А мы с тобой сейчас. Надь! Спасибо тебе, Алёна. Спасибо. Ну, всё, хватит, хватит. Михаил Валерьевич. Да-да. Алло, Романовна. К вам пришли. Очень хорошо. Приглашайте. Приходите, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Наде вам звонила. Вы? Алёна. Добрый день. Вы что, знакомы? Я тебе потом объясню. Скажите, это визитка вашей жены? Да, а что? Эту визитку я нашла в коротке своего мужа. Алло. Наталья Валентиновна, я сейчас не могу говорить. Что? Подождите, но у меня нет таких денег. Ну, и что, вы нас на улицу выбросите? Только этого не хватало. Алёна, что-то случилось? Нет. Вы лучше скажите, когда пропала ваша жена? Седьмого сентября? Седьмого сентября. В этот день она не явилась в суд. Мы разводимся. Скажите, а у вас есть какие-то предположения, где она может быть? Я не знаю. А вот распечатка её звонков. Вот, на этот номер она звонила последний раз. Ванин телефон. Я ему звонил, он недоступен. Ну, ещё бы он был доступен. Думаете, сбежали вместе? Вы знаете, Михаил, я в этом практически не сомневаюсь. Извините. До свидания. До свидания. Ну, человек просто предатель. Ну, ты понимаешь вообще, он прекрасно себя чувствует, живёт. Начал эту самую новую жизнь. И даже не думает о том, что его дочка и его жена плакивают его. Ну, он жив. Самое главное, он жив. Ты ж хотела, чтобы его не было в самолёте? Слава Богу, его там не было. Какой же он подлец, а? Садись. Поехали. Садись. Поехали. Ты будешь продолжать его искать? Зачем? Зачем искать того, кто не хочет, чтобы его нашли? Поехали. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok 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 Очень красиво, спасибо Спасибо Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Это тяжёлая работа За больными ухаживать, судно наносить Да я всё это делала уже Ну, бабушка Ну, давай попробуем О, привет Мама, а что это? А что здесь происходит? А у меня новости Звонила хозяйка квартиры и сказала, что Если в понедельник денег не принесу Нас выгнают на все четыре стороны А где мы будем жить? Ну, подожди Ну, мы что-нибудь придумаем В конце концов Можно переехать ко мне И потом рядом с моим домом есть неплохая школа Мы не можем отсюда уехать Когда папа вернётся, он нас здесь не найдёт Так, Вера, послушай меня внимательно Ты больше никогда не будешь говорить о своём отце Он нас бросил Он больше не любит тебя Он любит богатых тёток и красивые машины Мы ему не нужны Ты обманываешь Алён, ну как это не нужны? Он старался для вас Зарабатывал деньги Работал днём и ночью О! Особенно ночью Как было интересно знать, с чем он на самом деле занимался ночами И ты знаешь, кстати, почему он откладывал свадьбу? Потому что искал себе более выгодный вариант Алё, ну это не правда Он копил деньги специально для вас Он хотел подарить тебе свадьбу твоей мечты А потом, о тех, кого нет с нами, плохо не говорят Мама, да он жив, здоров, прекрасно себя чувствует Я понятия не имею, где он, зато я знаю с кем С вертихвосткой, из красного кабриолета А, ещё А ты знаешь, откуда я об этом узнала? Я только что встречалась с её мужем, который мне всё подтвердил Этого просто не может быть А, ещё у меня бабуля из пятой палаты всё норовила шоколадку в карман всунуть А я не взяла Надь А вот этот твой ассистент Богданов Он такой забавный Интересная у него девушка, видите? Надь Что? Ну, ты меня совсем не слушаешь Ну, просто я задумалась А почему потом не отметят твой первый рабочий день? А? Ну, например Парочкой новых, красивых туфель А? Хорошо? Ну, с категорическим условием С каким? Двумя парами новых туфель Тебе и мне Ну, давай Ну, давай Да что говоришь, Богданов Ну, нравится мне Только ты, пожалуйста, ему ничего не говори Классики А давай уже продадим эту машину Мамочка, не продавай, пожалуйста, папину машину Он же её по винтикам собирал, ты что знаешь? Вера, это дела взрослых Мы с мамой как-нибудь сами разберёмся Нет, не разберётесь Я имею тоже право голоса Я папе помогала Я ему инструменты подавала Не буду я ничего подарить Промерись сейчас О Да, здравствуйте, Наталья Валентиновна Вы не волнуйтесь, мы как и договаривались Завтра освободим квартиру В смысле? Ну Да Хорошо Всего доброго А мы никуда не переезжаем Позвонила хозяйка, говорит, что приехал курьер Якобы от меня И заплатил за квартиру за два месяца Странно Странная история Да Пойдёмте тогда вещи разбирать Пойдёмте Мам, вы идите, а я… Мне надо отъехать, кое-что нужно прояснить Ладно? Давай Зачем вы это сделали? Мне от вас ничего не надо Здравствуйте, Алёна Извините, я не понимаю, о чём вы Серьёзно не понимаете? Зачем вы за квартиру заплатили? Мне же вам отдать нечем, вы же знаете Я не платил Вы не платили Простите Извините, это неловкая ситуация, недоразумение Ради Бога, простите, пожалуйста Подождите Подождите, Алёна У меня есть отличная идея Идите работать ко мне К вам? В секретарше у меня опыта нет Думаю, что Алла Романовна вам вряд ли своё место уступит Уверен, вы хорошо готовите Вы же мне рассказывали, что у вас есть мечта Маленький ресторанчик, разные блюда каждую неделю Тут почему бы вам не кормить обедом шестерых мужчин, двух женщин В разной степени прожорливости К тому же меню близ лежащего общепита у нас у всех уже в печенках сидит На один шаг мечте ближе Вы серьёзно? Серьёзно А когда я могу? Завтра Приступайте завтра Мамочка Мамочка Иди сюда А это кто? А это дядя Миша, помнишь? Я теперь буду у него работать У нас есть папа, и он нас любит, и он обязательно вернётся Велечка, он… он не вернётся Нет, не правда, просто раньше ты его любила и хотела, чтобы он вернулся А теперь просто не хочешь Уходи, ты нам не нужен Пойдём, мы домой пойдём Я буду верить сама, без тебя Он обязательно вернётся Пойдём, пойдём Извините, пожалуйста Всё в порядке До завтра Пахнет вкусно Пахнет вкусно А это вам Спасибо Ален Пойдёмте сегодня вечером в театр Комедия, говорят, смешная Спасибо за предложение, но я обещала побыть с дочкой Понимаю Ну, значит, в другой раз Да, войдите Я вас слушаю Надежда Викторовна, я по поводу вашего мужа Вы что-то знаете об Иване? Старший следователь по борьбе с экономическими преступлениями городское управление внутренних дел майор Красин Вы присаживайтесь Спасибо Спасибо Скажите, Надежда Викторовна Вы знаете, где сейчас в данный момент находится Иван Алексеевич Тихонов Ваш супруг, а? Нет, ну так я думала, что вы Я знаю историю про двух полных тёзок Про векатастрофу Но в полицию-то вы ведь не обращались Нет Нет Вот мне кажется, что ваш муж жив и здоров Так вам что-то о нём известно? Конечно известно, раз уж я тут Мы задержали Капелюшника А кто это? Главарь преступной группировки которая занималась производством и сбытом отделок произведений искусства А при чём здесь мой Иван? Ну, вот сейчас и узнаем из показаний этого Капелюшника Капелюшника Р шестьдесят пятого года уже А, вот Копию картины Стритовича Портрет неизвестного изготовил художник Иван Тихонов Без мастера такого уровня нам не удалось бы Выйти на таких богатых клиентов Но Продать мы успели только одну его работу О, как интересно Ну и что скажете, Надежда Викторовна? Ну это какой-то бред Мой Иван никогда бы на такое не пошёл Это невозможно А мне вот почему-то кажется, что вот он узнал, что его подельников арестовали Вот и решил сбежать и скрыться Вы не знаете где он? Очень жаль Ну ничего Вы же понимаете, что мы его всё равно найдём Так что, если вдруг вам что-нибудь станет известно, лучше сообщить Потому как это и в ваших интересах, но ещё больше в интересах вашего мужа Всего доброго, Надежда Викторовна До свидания Привет! Мы с тобой как два агента Ой, законспирированных Только Какой уже раз мы встречаемся Скорее всего, Ваня жив Я в курсе, мы же вместе у Михаила были У кого? А, я о своём Ване говорю Так, подожди Ты что-то узнала? Ко мне приходил следователь Оказывается, мой муж подделывал картины известных художников Их контору накрыли А Ваня сбежал Надя, а что это значит? Это значит, что мой муж либо мошенник, либо погиб А твой либо бабник, либо тоже покойник Что выбираешь? Спасибо, что подвезли Счастливо До свидания Надь Ну, ты куда пропала? Я тебя обыскалась везде Машина у больницы стоит Ну, мне по делам нужно было съездить Пойдёмте домой Ален Я, конечно, понимаю, это не моё дело, но… Но всё-таки У вас с Надеждой что-то произошло? Представляешь, Надь Гуляли мы сегодня с Брутом в парке И вдруг он срывается с поводка Брут! Брут! Ты куда? Стоять! Брут! 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 Ты куда? Брут, стой! Брут! Брут! А и правда, чего бы вам больше хотелось? Слушайте, ну это глупый вопрос Конечно, я хочу, чтобы он был жив Только вот для меня он умер именно в тот день, когда с самолёта сбежал с вашей Мариной Брут! 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 Копия! Она очень качественная! Значит, это правда! Значит, мой муж действительно подделывал картины! В голове не укладывается! Выходит, я совсем его не знала! То есть, она правда может скрываться! Ситуация примерно следующая! Копелюшника арестовали! Полиция ищет соучастников! Я предполагаю, что Иван хотел спрятаться у матери! Но в последний момент не полетел! Узнал о катастрофе и решил эту ситуацию использовать! Он же теперь якобы погибший! Никто искать его не будет! Ну, правильно! Он же не знает, что его ищут! И потом он никогда не летал, он не разбирается во всех этих тонкостях с посадочными талонами, корешками! Я знала! Я чувствовала! Как дела? Хорошо! Знаешь, я решила поступать в медицинский! Как думаешь, у меня получится? Конечно, получится! Надь! А какой врач лечит инсульты? Надежда Викторовна, наконец-то я вас нашла! У нас там пациентка с перитонитом! Бегу! Давай давай обсудим! Ура! Поворот, поворот, поворот! Ура! Поворот! Поворот! Ну все, теперь я сама! Давай, осторожно, не упади! Вот как я могу! Отлично! Папа! Вера, ты куда? Ну-ка подожди! Вера! Вера, стой! Стой! Я тебя просила не подъезжать к краевой части! Но там больше папа! Нету там никакого папы! Пойдем домой! Нам пора обедать! Идем-идем! Но там был папа! Почему ты мне не веришь? Нету там никакого папы! Идем! Идем! Мамочка! Ну иди! Иди! Моя хорошая! Привет, мам! Привет! А мы папу видели! Как? Никого мы не видели! А я видела! Он выглядывал из-за угла и смотрел, как я на роликах катаюсь! Вера, ну хватит! Алло! Алло! Говорите! Я же говорила, это папа! Нет, малыш, это номером ошиблись! Можно градусник? Пожалуйста! Не подашь мне телефончик? Угу, спасибо! Не разбудила? Извини, я тут в больницу загремела! Да так, ничего серьезного! Слушай, к тебе завтра мой Иван подъедет за документами! Выпишешь ему пропуск! Тихонов! Иван! Бумаги! Посмотри в красной папке! Здесь готовьте 25-ю! Угу! А здесь кровь подсеплена! Надь, а? Там наш Иван! В смысле, о чем ты? Ну, пациентка из седьмой палаты с перитонитом! Она кому-то позвонила и сказала, Иван Тихонов! Ну, помните ты говорила, что он может быть где-то скрывается? А в седьмую только что посетитель пошел! Пойди здесь, я сама сейчас разберусь! Привет! Привет! Ну, как ты? Ой, все лучше! Все нормально? Скучал? Скучал! Ванечка, я… Здрасте! Здрасте! У вас все в порядке? Вы хорошо себя чувствуете? Да, все в порядке. А вы родственник больной? Ну… Зайдите потом ко мне в кабинет. Так вот, завтра за документами заедешь. Ладно. Ох и Ваня! Ну, он у меня и получит. Пусть только появится. Он не появится. Надя, ну что ты такое говоришь? Ну, куда он от тебя денется? Где он еще такую жену найдет? Добрую, умную, хорошую, красивую. Войдите. Что, ты с Мариной? Да, сходи по работе. Вы Иван Тихонов? Да. У вас совесть есть? Променяли жену и ребенка на красный габриолет. Подождите, откуда вы? Вас только это интересует. Ребенок страдает, жена плачет. Хоть бы позвонили. Так, а вы кто такая? И почему я должен перед вами отчитываться? Кто я такая? Я скажу, кто я такая. Я женщина, которая потеряла мужа. Так случилось, что его тоже звали Иваном Тихоновым. И по роковому исчению обстоятельств он летел в Сочи тем же рейсом. Мы с Аленой неделями сходили с ума, гадая, кто из вас выжил, а кто нет. Я не знаю, что тогда она мне нашла. Я звонил Аленке, я хотел с ней помириться, но она и слушать меня не стала. И мне отчертело твое вранье. Понятно? Все, вернешься, поговорим. Вань. Проходите. Добрый день. Здравствуйте. Спасибо. Приятного полета. Спасибо. Добрый день. Приятного полета. Спасибо, хорошо. Здравствуйте. Вы вместе? Ну ты что? Стас, я не полечу. Прости, брат, срочные дела нарисовались. Только я прошу тебя, никому ни слова, ладно? Ну, прости. Счастливого пути. Позвонила Марина, пригласила к себе. Ну вот я и решил, передохнул. Поживу другой, свободной жизнью. А потом, когда я узнал про катастрофу и увидел в списках свое имя, Марина сказала, что это даже к лучшему. Никто не будет искать. Да она искала. Алена все время тебя искала. А Верочка до сих пор верит, что папа вернется. Я… Я видел Алену с другим мужчиной. Скажите, это у них серьезно? А у вас это серьезно? Да ну нет же. Я так скучаю по Вере и по Аленке. Я жить без них не могу. Вот только не знаю, как им в глаза смотреть. Я приняла бы мужа любым. Лишь бы только он жив был. Но в моем случае уже ничего не изменить. Скажите, что мне теперь делать? Если судьба дает тебе еще один шанс, не упусти его. Простите, вы не могли бы мне помочь? Я? Да. Пожалуйста, передайте вот эту записку Марине Кожемякиной седьмой палаты. Спасибо. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Алёна? Я видела Ивана. Рада за тебя. Оно и к лучшему, наверное. Алла Романовна, я вас не сомневаюсь. Папочка. Благодарю. Алла Романовна. Надь. Заходи, Алиска. Я должна рассказать тебе правду про нашего Ивана. Заходите. Так. Куда поставить? Прямо по коридору или направо? Сейчас будем обедать, да? И он тоже? Так. Верка, дядя Миша, между прочим, помог нам принести продукт. Что, мы его голодным оставим? Папа, папа вернулся. Я знала, знала, что ты приедешь. Так. А он что здесь делает? А ты что здесь делаешь? Предупреждаю, я Алёнку никому не отдам. Это уже решать не тебе, а ей. Ты свои права потерял, когда свалил из самолета к моей жене. Дай-ка на малыш. Ваня! До свидания, Алёна. До свидания. Пока. Алёна, прости меня. Мама, прости папу. Вера, иди на кухню. Пожалуйста. Прости меня, Ленточка. Зачем ты пришел? Я знаю, я очень виноват. Я так намучился. Я сделаю все, что ты хочешь. А давай поженимся? Вот прямо сейчас пойдем в ЗАГС и подадим заявление. Я забыл. У меня даже кольцо есть. Сейчас, подожди. Да ничего мне не нужно от тебя. Ничего мне больше от тебя не нужно. Ну почему, Алёна? Почему? Потому что у тебя было девять лет. Девять лет! И ты этого не сделал. А сейчас уже поздно. Это из-за него, да? А думай, что хочешь. Но он был внимательен ко мне. Заботился. Когда ты… Исчез. Ну так давай скажем ему спасибо и… Ты знаешь, меня выгнали с работы. У меня не было денег. Мне даже за квартиру нечем было заплатить. Так я же заплатил за два месяца. А, это ты? Спасибо. Алёна… Просто уходи. Мне ребёнка кормить надо. Мне ребёнка кормить надо. Эй… Всё будет хорошо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я ненавижу тебя. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ой, оставьте. Я всё уберу. Ой, большое спасибо, Алёнушка. Всё было очень вкусно. На здоровье. Здравствуйте. С чем-то могу помочь? А я не поверила, когда мне сказали, что у шефа роман с кухаркой. Я советую тебе оставить моего мужа в покое. Ты что здесь делаешь? Беседуем. Интересно стало, из-за кого тут все мужики голову теряют. Алёна, подождите меня в моём кабинете. Хорошо. Посмотрела? Угу. Прошу на выход. В следующий раз в суде увидимся. Я не приду. Так это не страшно. Нас теперь автоматически разведут. Что она вам наговорила? Ничего. Это не имеет значения. Больше она вас не побеспокоит. Знаете, а я благодарна ей. Ведь если бы не ваша жена, Ваня, Ваня бы сел в тот злополучный самолёт. Вы его так любите? Любите. Извините. И спасибо вам за всё. Смотри, какой синий. Яркий, яркий. Какая красавица. Здравствуйте. Ой, здравствуйте, Надя. Спасибо, что пришли. Здравствуйте, тётя. Тётю зовут Надя. Здравствуйте, тётя Надя. Привет, Кирюша. Ну, пойдёмте. У меня для вас кое-что есть. Ух ты. Проходите. Пойдём. Это я готовлю картины Ивана к отправке в Сочи. Оказывается, директором художественного музея стал преподаватель живописи Ивана. И он готовит его выставку. Да что? Иван этого заслуживает. А это его последняя работа. Я думаю, он был бы счастлив, если бы она была у его сына. Это тебе, малыш. Спасибо. И ты рисовал твой папа. Тебе нравится? Угу. Держите. Надя, спасибо большое. Это, правда, прекрасный подарок. У нас же тоже есть подарок для вас, да? Да. Ой, что ты, тётя, приготовила? Вот, это тебе. Что ты больше не плакала? Спасибо тебе, мой дорогой. Очень красивый рисунок. Надя, а я записалась на подготовительные. Может, с... Здравствуйте. 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 Меня зовут Кирилл. Меня зовут Алиса. Очень приятно, Алиса. Очень приятно, Кирилл. Это Алиса, племянница Ивана. Ага. Я Инга. Очень приятно. Алиска, это твой брат. Наверное, ему на сегодня впечатлений хватит. Мы пойдём. Хорошо. Счастливо. Было очень приятно с вами познакомиться. Спасибо. Спасибо ещё раз, Надя. Попрощайся. Пока. 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 Здорово. У меня теперь есть брат. Надя, мне кажется, для тебя что-то изменилось. Ты стала какая-то другая. Светлая, что ли? Да просто у меня сегодня хороший день. Я начала отдавать долги Ивану. Знаешь, раньше я всегда боялась остаться одна. А теперь... А теперь мы всегда будем с тобой вместе. И всё будет хорошо. Верка, тебе морковку почистить? Нет. А апельсин будешь? Нет, хочу. Мам, давай лучше папу домой пустим. А то он там промокнет, а заболеет. Ты мне лучше скажи, где папа клей держит. Чашка разбилась. Не знаю. Уходя, оглянись на миг Длится пусть наш последний день Мы молчим, но душа кричит В ней горьких слог Хочет вырваться тень Постой со мной Постой со мной Ты постой со мной Ты постой со мной Ты постой со мной Но клей Все пройдет, но не этот бой Не уходи Не уходи Просто рядом Постой Снова стучится летний дождь В окно Мы друг от друга далеко Я люблю тебя Прости меня Прости меня Я знаю Я знаю Я люблю тебя Венера Ботичели Что? У вас глаза, как у нее Вы художник? Нет Всего лишь летчик Субтитры создавал DimaTorzok